Пенсионная система готовится столкнуться с неизбежным. В 2043 году государство перестанет начислять новым пенсионерам трудовую пенсию. Пока теоретически. Просто потому, что к этому времени не будет людей, имеющих полугодового стажа до 1998 года. Из пенсионных выплат им останется только базовая пенсия, которая существует и сейчас. Но она слишком мала. В этом году, к примеру, составляет всего 16 839 инги. В Министерстве труда этим вопросом озаботились и выдвинули предложение. Мы предложили, чтобы с 28 года внедрить в Казахстане минимальную гарантированную пенсию. Оно заменит сегодняшнюю базовую пенсионную выплату. Мы предлагаем, чтобы минимальная гарантированная пенсия была для тех, у кого менее 5 лет стажа, как минимум 70% от прожиточной минимы. И он дальше мог расти до 1,5% прожиточной минимы. Это наше предложение Министерства труда. Вообще же, о пенсионной системе, по мнению министра, должны заботиться не только государство и сам человек, но и работодатель. Поэтому Казахстан в 2023 году ожидает 5-процентные взносы от работодателей. Но, вероятно, их появление произойдет еще до обозначенной даты. В Министерстве труда намерены рассмотреть поэтапное введение взноса за работников. Но работодатели и так делают довольно много платежей за своих сотрудников. Впору запутаться. Поэтому звучит новое предложение – объединить эти платежи. Это, в первую очередь, даст облегчение для бизнеса, сокращение административных расходов. То есть один платежный документ. Для этого мы унифицируем базы, из которой исчисляются те платежи, которые осуществляет сам работодатель. И единый платеж будет поступать, например, как сегодня, если в корпорации правительства для граждан, оно потом будет расщеплять по соответствующим фондам. Приблизить теорию к практическому применению еще предстоит. Но уже обозначен первый этап проработки. До 1 октября будут изучены информационные системы пенсионного фонда и фонда социального страхования. Это сделают, чтобы позднее появилась возможность их объединить. Но главная проблема, пожалуй, не столько в том, как исчисляются платежи, а сколько их. Долю пенсионных отчислений считают важным увеличить. Но как при этом учесть интересы работодателя, которому тяжело платить все больше и больше? Есть предложение, чтобы, может быть, внутри структуры пересмотреть. Когда можно какие-то налоги снизить для большинства граждан, а эту сумму, чтобы не увеличить нагрузку на работу, перекинуть на пенсионный счет. Это, да, возможно. По задумке министерства, это предложение не только поможет увеличить пенсионные накопления казахстанцев, но и позволит сделать это за более короткий срок. Однако на сегодня все эти инициативы еще предстоит обсудить. Наталья Васмуржина, Вадилия Зиновьева, РТН